Вера или магия? Духовная жизнь или оккультизм? Что доставит душе человека желанное счастье? Духовная жизнь или оккультизм? Перекрестясь. Правда, в других случаях более откровенно стану я не благословясь, пойду не перекрестясь. То есть чего уж тут прикрываться? На самом деле в магических заговорах намешано все. Ты язычник? Пожалуйста, вот тебе твое. Ты христианин? Вот тебе твое. Каждого пытаются подманить чем-то своим, родным. В одном и том же заговоре может упоминаться и причистая мать и богородица, и заря зарениться красная девица. Вроде бы имя Божие, но там же заговоры во имя Лели и Лады, там же буйные ветры, причем сказано «помолюсь им и поклонюсь». Вот оно языческое поклонение силам природы. А христианские слова, вкрапляемые в магические заговоры, всего лишь уловка, приманка и в каком-то смысле удобное прикрытие. Вспоминается в романе Шолохова «Тихий дон», там описывается, как Аксинья обращается к бабке-знахарке, чтобы освободиться от любви к Григорию. Там и крестное знамение, имя Божией Матери, но там же магический обряд с рассыпаемой солью и какие-то студены ключи, различные оккультные действия. И что самое главное для самой Аксиньи совершенно безрезультатно, потому что, собственно, к Богу никто не обращался, а был только оккультный винегрет и страстные порывы сердца. Если самую прекрасную пищу смешать с ядом, то испортится все. Если у тебя в кошельке часть купюр настоящая, а часть фальшивая, то закончится это плачевно. Не надо доверять заговорам, где частью христианская, а частью языческая. Дьявол, что называется, использует церковную атрибутику, чтобы обмануть легковерных людей, расположить их к себе и через это внедриться в их жизнь. Особенно это встречается у знахарей, которые наряду с заговорами, заклинаниями употребляют молитвы. Вот один знакомый рассказывал, как его в детстве водили к бабкам лечить от диатеза. И после манипуляции одной такой знахарки ребенок по возвращении домой неожиданно заругался матом, причем не своим, а каким-то взрослым голосом. Родители растерялись, ведь лечившая его бабушка вроде бы не призывала никакую нечистую силу. Но это было явно демоническая одержимость. Так что не верьте, если кто-то обвесился иконами, упоминает имя Божие и при этом произносит заговоры и заклинания. Спаситель предостерегал. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь все конкретно. Они упоминали имя Божие, но делали беззаконие, потому что примешивали к имени Божию оккультизм. Скажу еще так, что вот обрывки христианских молитв встречаются в заговорах, подобно тому, как в уличных сплетнях встречаются обрывки истинных слов, или в речи матершинника изредка благозвучные выражения. Но нечистота и ложь портят все. Оккультисты могут даже упоминать «отче наш», но они же обращаются к воде, глине, разным стихиям. Это язычество. А христианские святые имена ради положительных ассоциаций. Таким образом, в оккультизме прямое нарушение заповеди Божией «не произноси имени Господа Бога твоего» напрасно. Употребление имени Божьей там, где это неуместно, является кощунством и великим грехом перед Богом. Это обман, двуличие. А потому не стоит даже брать в руки или заглядывать в какие-то заговоры и заклинания. У нас есть молитва, золотая связь с Богом, есть молитва слова, есть священное писание. Вот он, подлинный источник воды живой. Не стоит утолять жажду из какой-то непонятной там лужи. Дай Бог всем нам учиться отличать истину от лжи, пшеницу от плевел, молитву от оккультного заговора. Храни вас, Боже!